Говорит далее, Хаврил Макасир, Фаслун, раздел Газуату Бахран, военный поход на местечко Бахран. Говорит, Сумма Хараджа, Салаллаху Ла Саляма, Фираби Аль-Ахир, Юриду Курайшан. Затем, посланник Аллаха, Салаллаху Ла Саляма, вышел в месяц Раби Аль-Ахир, а это уже какой месяц? Года четвертый. То есть, сначала Мухаррам, потом Сафар. Весь Сафар, мы сказали, он пробил где? У Гатафана, то есть, в Нэжди, в местечко Зи Амар. Затем, то есть, Раби Аль-Ауэль, он пробил в Медине, а в Раби Аль-Ахир уже что? Опять выехал в военный поход. Юриду Курайшан, говорит, этим самым, то есть, этим военным походом он хотел Курайшитов, то есть, имеется ввиду, хотел опять-таки завоевать их караван, забрать их караван. У Астахлаха Абна Умми Мактум, говорит, и вместо себя в Медине оставил Ибн Умма Мактума, Фабелага Бахран, и добрался до местечка Бахран. Нам это название горы, также вокруг Медины. Говорит, Ма'динан Фильхиджаз, одна из гор, которые находятся в Хиджазе, но опять-таки вернулся, не встретив никакого каравана и не встретив никакой битвы. Это все, для чего пророк, салалулаху, делал, опять-таки, как мы сказали, для того, чтобы обезопасить местности, которые были вокруг Медины, то есть, чтобы не было постоянно нависшей угрозы непосредственно около Медины, и для того, чтобы в постоянном страхе, в постоянном волнении держать Курайшитов, а также их торговые караваны, для того, чтобы они не чувствовали себя в безопасности. Так, давайте сегодня на этом завершим, и со следующего урока, иншаллах, приступим к другим большим разделам этой книги, а это военный поход против Бану Кайнука, а также убийство Кааба ибн Ашрафа, и потом уже недалеко Газот Ухуд, то есть военный поход на Ухуд. Субтитры создавал DimaTorzok